Привет! Я, как, наверное, и многие из вас, уже который день с интересом слежу за тем, как родное российское государство в лице Роскомнадзора гоняется за мессенджером Телеграм Павла Дурова, пытаясь прекратить его работу в России. Причем делает это сизящество слона в посудной лавке, ломая российский интернет ковровой мамардировкой IP-адресов. Как сказал недавно один умный человек, так всегда бывает, когда депутаты, принимающие законы, и чиновники, вынужденные эти законы исполнять, действуют спонтанно на бум по наитию, реагируя даже не на реальную опасность, а на то, что такой опасностью сочтет первое лицо государства. Складывается впечатление, что недавно Владимир Владимирович Путин, который еще в 2010 году сам говорил, что интернет это практически сплошная порнография, спохватился вдруг и повелел главе Роскомнадзора Александру Жарову сделать российский интернет как в Китае с его великим китайским фаерволом. Но Китай свой великий фаервол готовил 20 лет, выращивая собственных чемпионов экономики интернета, способных на равных конкурировать с западными аналогами. А у российского государства, видимо, были занятия поинтереснее. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Хотя, с другой стороны, возможно, у России и не было шансов построить нечто подобное Алибабе или Вечату, ориентированное на внутренний российский рынок, хотя бы потому, что наш рынок слишком мал. Возможно, кстати, именно поэтому в свое время Павел Дуров и покинул основанную им социальную сеть ВКонтакте, а не только потому, что, как говорилось, на него наехало государство. Поэтому и его новое детище Телеграм – это прежде всего глобальная, а не российская платформа, ориентированная на мировой, а не российский рынок. И нынешние игры в пятнашке, но очень похожи на хорошую пиар-акцию мессенджера, недешифруемого, неуловимого, который и в огне не горит, и в воде не тонет. В разгар всеобщего возбуждения, охватившего нашу прогрессивную общественность по поводу живучести детища Павла Дурова, Тина Кандылак, если не ошибаюсь, назвала его нашим нео-побеждающим государственную матрицу. Звучит и выглядит, конечно, красиво. В мире есть, как минимум, еще один человек, патендовавший на звание избранного победителя матрицы. Его зовут Марк Цукерберг, он основатель сети Facebook, которая, мягко говоря, будет побольше, чем Телеграм. И вот этот великий Цукерберг из-за скандала с участием Кембридж-аналитика, который якобы использовал во своих целях персональные данные пользователей Facebook на выборах американского президента, потерял почти 13 миллиардов из-за снижения стоимости принадлежащих ему акций. После чего пришел в американский сенат и пять часов в образе испуганного школьника участвовал в действии, напоминавшем расследование антиамериканской деятельности времен сенатора Маккарти, отвечая на странные вопросы пожилых американских политиков. Цукерберг в итоге признал вину компании, извинился, пообещал работать лучше и даже практически согласился на государственный контроль над своей сетью. То есть делал то, чего требуют от дурова российские власти. Почему? Потому что Россия не Америка. В том смысле, что Америка это рынок, которым не могут пренебречь ни Цукерберг, ни дуров. А российским рынкам могут легко. Цукерберг даже не пытался сопротивляться американским властям, которые на самом деле охраняют свой рынок. А дуров до последнего сопротивляется российским властям, чтобы остаться на американском, читай, мировом рынке. Этот рынок и есть самая настоящая матрица, манящая своими возможностями, свободой, за которые можно и нужно продать душу и желательно подороже. Именно поэтому между покладистым Цукербергом и строптивым дуровым нет никакой разницы. Они оба рыцарь и матрицы просто потому, что однажды выпили правильную таблетку. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубокали, кроличья нара. Что же тогда представляет собой Россия, которую сейчас принято называть средоточием мирового зла? Да ничего особенно нового. Мне кажется, страна по-настоящему не меняется уже лет 200-300. И возможно именно благодаря своей общей косности, свирепости и упрямству власти и общему пофигизму населения, страна так до сих пор и не стала частью мировой матрицы. Именно поэтому молодые технари, говорящие по-русски с акцентом, основывают свои многомиллиардные стартапы не на родине своих предков, а где-нибудь в американской кремниевой долине. И честно говоря, я не знаю, хорошо это или плохо. А вы какую таблетку выбираете? Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.